Национальную стратегию действий в интересах детей на три года вперед обсудили сегодня в Канаше. Обеспечение качественного обучения и воспитания. Информационной безопасности и отдыха детей – вот вопросы, которые были в повестке дня. Но перед совещанием члены совета побывали в загородном лагере и канашском социальном приюте. Как реализуется положение национальной стратегии, смотрите в нашем репортаже. По режиму? Кто-то сонно еще не проснулся, кто-то зарядку не сделал, я смотрю. Или все сделали? Вопросы главы республики детей не застали врасплох. Визит Михаила Игнатьева в загородный лагерь хоть и начался утром, но не повлиял на режим его работы. Обычно только зарядкой здесь стараются не ограничиваться. Ребята играют в бильярд и даже посещают уличный тир. Девочкам тоже нравится стрелять, да? Чем вы учитесь? На лыжах катаетесь? А, биатлоном занимаетесь? Вообще в лагере «Космонавт» каникулам подготовились основательно. Обустроили спортивные площадки, благоустроили территорию на улице и провели косметический ремонт в корпусах. В этом году сюда приехали отдыхать ребята из других регионов. Многие признаются, что теперь из лагеря даже не хочется уезжать. Тем более, когда вокруг столько интересного. Я тоже в этом лагере отдыхаю не первый раз. Это получается у меня уже пятый юбилейный год. И я здесь отдыхаю каждый год по две смены. Здесь очень нравится, потому что здесь много всего интересного и вовлекательного. И с каждым годом лагерь становится все лучше и лучше. Главный девиз в этом лагере – нет пассивности. Да, активности. Здесь ему следует каждый день. Для ребят проводят соревнования по футболу и баскетболу. Но больше всего признаются дети. Они радуются дискотекам. Дискотеку не любите, наверное? Ну, не любите. Да? А почему? А? Весело. Весело? Весело. Откуда в детях берется столько энергии и сил, долго гадать не пришлось. Столовая их кормит по пять раз за день. Перед сном полагается легкий ужин. Но больше всего главу региона интересовало, на чем его готовят. И в очки, видите, приобретаем новые козли, нержавейку. Да, нужно быть, да. Из лагеря гостей отпустили не с пустыми руками. Им подарили оригинальные сувениры. Ребята делали их своими руками на одном из мастер-классов. Но глава республики пообещал передать эти подделки в коллекцию социального приюта Канаша. Летом здесь отдыхают дети, которым зачастую не хватает родительского внимания и ласки. Обычно про таких говорят. Попали в трудную жизненную ситуацию. В приюте для них устраивают экскурсии, концерты и познавательные игры. Воспитатели работают по специальной программе. А как переворачиваем? Вот так. И что вы запомнили из сказки? Но есть у этого приюта и другая миссия. Здесь оказывают помощь детям, которые сбежали из дома и остались одиноки. Адаптироваться им помогают не только психологи, но и преподаватели по физкультуре. Обычно этот период длится всего неделю. Мы занимаемся с детьми аппликацией за физкультур, например, теннис. Там же вместе с детьми. То есть все у нас идет. То есть я и ребенок работаем вместе. Правда, сейчас, отметил Михаил Игнатьев, необходимо задуматься о ремонте здания или вовсе о переезде. Речь об этом зашла на очередном заседании Совета по реализации национальной стратегии в интересах детей. Еще одна актуальная тема – совещание о строительстве детских садов. В этом году планируют возвести 14. Правда, остались в республике и проблемные объекты. Наиболее сложная ситуация пока сегодня Кугесих остается, потому что цена вопроса определяется на завершение, сколько. То есть повторно мы расторгли соглашение с Парнасом и повторно сегодня на оставшуюся виды работ объявляем конкурс. Возможно, что уже в следующем году свои летние каникулы дети будут проводить не только в школах, но и физкультурно-оздоровительных комплексах. Открыть лагерные смены на их базе возможно, но необходимо решить и организационные вопросы. Наверное, одна из главных проблем – это необходимость организации питания для детей, которые будут находиться в этих фоках. Поэтому наша задача сегодня проработать этот вопрос. И самая главная наша задача – максимально занять всех детей в течение всего летнего периода. Не исключено, что в школах чуваши начнут изучать и этику. Пока от участников совета поступило предложение включить новый предмет в программу в качестве факультатива. Утвержденную стратегию выполнить необходимо, подытожил глава региона. Активно в этом процессе должны участвовать и молодые люди. Медрик Валев, Александр Петров, Республика.